Здравствуйте друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Прошло практически две недели с момента неудачной мальцевской революции, такого фарса и идиотизма. Я уже несколько раз собирался было сесть за то, чтобы высказать свою точку зрения, но она, собственно говоря, ничем не отличается от того, что я освещал и озвучил на своем канале полгода назад. Уже тогда я задал вопрос своим зрителям канала по поводу того, что они думают по поводу господина Мальцева, является ли он с их точки зрения вменяемым человеком или очередной политический авантюрист. Ну, собственно говоря, так оно и получилось. Очередной поп-гапон номер два. Проблема в Мальцеве не в том, что он изначально повел себя именно как гапон. Проблема в том, что он сделал подставу, причем серьезную подставу, для людей, которые поверили и повелись на его вот эти воззвания. Вот. Причем подстава получилась двойная. С одной стороны, люди ни за что, ни про что получили очень серьезные проблемы на свою голову и многие даже поломали себе жизнь. Касается это особо рьяных, безбашенных людей, которые реально поверили, что начнется революция и стали серьезно к этому готовиться. Вышли на улицу с всякими разными колющими, режущими предметами, травматами, коктейлями молотов и так далее. Статью за экстремизм и терроризм в России никто не отменял. И я думаю, что даже если отбросить вот это предположение, которое многими муссируется в интернете о том, что Мальцев изначально был подставной такой прокремлевской фигурой, я думаю, что все гораздо проще и прозаичнее. Власти просто воспользовались вот этим вот человеком для того, чтобы в начальной стадии выявить особо буйных граждан, которые могут нести потенциальную угрозу существующему в стране струю. И таким образом в качестве профилактики уже на этой стадии просто этих людей выявить, тем более, что предлог искать не нужно, они сами этот предлог дали. И дальше уже произвести задержание и дальше уже в соответствии с принятой законодательной базой запустить судебно-процессуальный маховик. Если посмотреть с другой стороны на другую категорию граждан, которые планировали использовать вот эти протестные акции мальцевские в качестве того, чтобы собрать доказательную базу для того, чтобы потом переехать в другие страны, в Европу, в Америку в том числе. С тем, чтобы потом показать, вот мы какие правдолюбцы, какие мы оппозиционеры, мы вышли на улицу, нас скрутили, задержали. То для этих людей, наверное, был самый неприятный сюрприз, потому что прежде чем выходить на улицу под именно это мальцевское мероприятие, неплохо было бы вначале этим людям проконсультироваться с юристом миграционным американским, с тем, чтобы иметь более полную картину того, что их ожидает. Ситуация с мальцевым и вот это мероприятие, которое он решил использовать как повод для того, чтобы вытащить людей на улицу, далеко неоднозначно рассматривается за границей и очень и весьма непозитивно. Дело в том, что русские марши это сугубо националистическое мероприятие, а к национализму на Западе относятся весьма не то, что даже настороженно, а с очень серьезной опаской и с негативным контекстом. И у меня один из зрителей моего канала связался с одним американским юристом, как раз было неделю назад, как раз в формате всех ситуаций, которые сейчас происходят в России после вот этого неудавшегося революционного движения. И получил свой ушат холодной воды наголо, потому что американский юрист достаточно скрупулезно отнесся к изучению материалов и обнаружил, что в западных СМИ мальцево рассматривают весьма и весьма не то, что даже нейтрально, а даже где-то и в негативном контексте. Например, вот ответ, грубо говоря, юриста, что я просто хочу некоторые цитаты для вас, чтобы не быть голословным, привести, чтобы люди понимали, что у них предстоит. И часть иллюзий ушли. Во всех отчетах, которые... Это ответ юриста. Во всех отчетах, которые используют для подтверждения преследований по политическим причинам мальцев, как и артподготовка, вообще не упоминается. А элементы, связанные с русским маршем, такие как Народный дом и Родина, упоминаются только в негативном свете. Дальше приводится ссылка на официальный сайт. Это state.gov. Вообще, все ссылочки, которые было бы людям интересно просмотреть, я приведу в описании этого видео. Упоминания в Госдепарте в Тепловском отчете за 2016 год найдены секцией антисемитизма и националистических маршей. 4 ноября, включая транспаранты в поддержку национал-социализма наряду с символами и лозунгами, которые косвенно связаны с нацизмом. Ну, понятное дело, что русские националисты, они, ребята, достаточно недалекие. Наряду с придуманными своими символами, они порой подчастую используют чужие символы, в том числе нацистские, не отдавая себе отчет, к чему это все может привести и вот эти вот зиги и все прочее. Это на Западе достаточно очень четко фиксируется журналистами. С какими благими намерениями, может быть, люди, которые не имеют отношения к националистам и которые по своей глупости вышли на улицу и примкнули к такому маршу, они могут оказаться весьма неприятной ситуацией, если засветятся, не дай бог, на фотографиях, где идут эти вот люди, которые делают зигхай. Я просмотрел, кстати говоря, фотоотчеты различных корреспондентов западных, хочу сказать, что заснято было все достаточно в таком негативном свете, показывающих этот русский марш как вакханалию именно таких нациствующих элементов. Совершенно агрессивных и безбашенных, соответственно, все действия полиции по усмирению уже в глазах западного зрителя выглядят совершенно в другом свете. Ну и тем более, что официальные органы ровно в таком же контексте воспринимают вот эти самые мероприятия и делают тоже соответствующие выводы. Националистические организации – это отчет Госдепартамента за 2015 год. Националистические организации провели целый ряд митингов в течение года. 15 марта националистические группы организовали День Сидидидарности России по меньшей мере в 19 городах, хотя посещаемость была низкой. Отчет за 2014 год. В течение года враждебная риторика и пропаганда среди некоторых групп распространилась через государственные средства массовой информации, способствующей дискриминации ксенофобии. Эскалация антимигрантской и анти-ЛГБТ риторики создала атмосферу, в которой националистические группы могут нападать на этих лиц безнаказанно, иногда в сговоре с полицией. Это отчет Госдепартамента за 2014 год. Видите, какую оценку сам дает Госдепартамент вот этим движением. И, соответственно, если человек приходит туда подавать заявление об убежище, делая упор на том, что он принимал участие в различных родах русских марш, вы сами понимаете, какая будет дана оценка его действиям. Русский марш 2017 года. Похоже, что митинг в этом году был санкционирован и охраняем государством. Полиция, похоже, не вооружена и даже не одета в форму для проведения протеста. Четкая ассоциация символов, что и было сказано в интервью. Хочу особо выделить очень проблематичное присутствие на демонстрации символики неоарийского братства, которое можно найти повсеместно в тюрьмах США. Эта символика хорошо известна всем в США и ассоциируется с криминогенными бандами, участвующими в насилии, распространении наркотиков, проституции, нелегальной продаже оружия. Вот, ребята, понимаете, какая оценка дана на официальном сайте США. Теперь о самом главном. Если вы обосновываете преследование вас в своей ассоциации с какой-либо организацией, а не индивидуально, вы принимаете на себя как все положительные аспекты деятельности такой организации, так и все негативные. Одно из требований для получения беженства является то, что беженц, не участвовав в преследовании кого-либо другого, ассоциация с группами, которые уже не раз засветилась в отчетах, делает ваше дело на этот момент безвыигрышным, потому что нет никакого позитивного контрбаланса. Вот такой был ответ официальный юрист. Я привожу некоторые выдержки из него для тех людей, которые немножко не понимают, во что они вписались и чем для них это может быть чревато. Хочу особо подчеркнуть, к чему вообще приводит русская революция и почему она в принципе невозможна на территории Российской Федерации в ближайшее время, да и думаю в далеких перспективах тоже. Я думаю, что Мальцев или идиот, или спал на уроках истории, хотя он вроде старше меня и по идее, не знаю где он там учился, в техникум у него был, в школу, в вуз, без понятия, его личную биографию не изучил, но по ходу дела он просто проспал самое интересное. В школах достаточно рано детишек начинали учить истории, как проходила Великая Октябрьская революция. При этом весь упор делался на образ Ленина, как такой детонатор, который прямо вот тут раз рванул и все понеслось дальше, само все получилось. Но это немножко не так и история для школьников, да и для студентов, она немножко была в то время приукрашена и самые интересные моменты, они были не то что даже выкушены, а на них старались не обращать внимания, чтобы не потерялось значение Великого Октября. Хотя на самом же деле, в реальной истории, если посмотреть настоящие материалы, документы, а их сейчас предостаточно, не то что раньше, можно спокойно, даже не выходя из дома, покопаться в интернете, найти массу интересных документов. На самом деле революция в России просто так на пустом месте не появилась. И Ленин, фактически, до февральской революции, находился за границей и оттуда, значит, писал свои статейки, сидя и живя на партийные деньги, по-моему, в Швейцарии. И в Россию не собирался приезжать и считал, что революция в России, возможно, аж в очень-очень там далекой перспективе. Так вот, то, что произошло в феврале, именно вот эта самая главная революция, она, кстати, гораздо главнее, чем вот эта Октябрьская, это был фактически дворцовый переворот. То есть окружение царя фактически его отстранило от власти и привело страну к анархии, буквально в кратчайшие сроки. Вот что, собственно говоря, произошло. И предпосылки для этой революции, они были гораздо более серьезны, чем то, что наблюдается на территории Российской Федерации сейчас. Это, опять же, для тех людей, которые периодически на моем канале разбрасываются громогласными заявлениями о том, что вот у народа сейчас терпение закончится, народ выйдет на улицы, там будет. Никакой революции в России не будет. Никакой народ на улицы не выйдет. Вы уже в этом имели честь неоднократно убедиться. Даже протестные акции дальнобойщиков, казалось бы, совершенно аполитические, протестные акции, совершенно аполитические, она не получила никакой поддержки у населения. Фактически каждый сидел в своей норе и забили болт на этих дальнобойщиков. Народ просто так на улицу не выйдет. А в 1917 году, извините, в стране было огромное количество людей, которые возвращались из фронта, которым надоела эта Первая мировая война, у которых уже поехала крыша. Огромная масса оружия, которая вращалась на территории страны, огромное количество этих вооруженных людей, у каждого свои тараканы в голове. Страна, которую просто развалили, приведя в анархическое состояние, в брожение умов. Власть, вот это временное правительство, проявила полный идиотизм и неспособность контролировать что-либо вообще. Каждый считал, что он самый главный и тянул на себя одеял. Не было вообще среди людей, которые, по идее, должны были управлять страной. Они, как бы, каждый дул в свою дуду и хотел реализовать именно свои персональные идеи, считая именно себя персональным спасителем Отечества. И на фоне вот этой анархии, когда просто никто ничем не управлял, естественно, что на месте Ленина только бы идиот бы не решился на проведение вот такого переворота. Ну, естественно, потом все это было мифологизировано, придумана такая красивая история, сказочка. Но на самом деле все происходило немножко по-другому. Что-нибудь из подобного есть сейчас на территории Российской Федерации? Нет. Нет. Анархии никакой нет. Очень четко работают все, как бы, институты власти. Огромное количество силовых структур. И вновь создана еще национальная гвардия, вот, которая подчиняется лично президенту. Люди там работают не за страх, а за деньги и за квартиры. И им глубоко наплевать на брожение умов, на свободу или еще что-то. Потому что наличие квартиры побеждает все абсолютно. И в том числе, кстати, изрядное количество людей поддерживает Путина. Как бы вы не хотели с этим не смириться. Огромное количество людей в регионах до сих пор считают его спасителем Отечества. И том, что нужно еще немножко потерпеть. И что вокруг весь мир, как бы, настроен против России. Только один Путин, освободитель. За счет него страна, как бы, и держится. И это точка зрения у большинства людей. У большинства людей именно такая точка зрения. И, что самое интересное, вот эти люди, которые серьезно считают, что революция будет, они совершенно не отдупляют, что кроме вот этих вот горячих, как бойцов революции, которые ради идеи пойдут на баррикаду, существует огромнейшее количество совершенно других персонажей, которые тоже в момент революции выйдут на улицу, но с совершенно другими целями. Выдут они исключительно с целями грабить магазины, отнимать чужое имущество, заниматься грабежом, насилием и всем чем угодно. И таких людей изрядное количество. И именно этих людей надо опасаться в первую очередь во время вот этих вот смутных моментов. Почитайте, пожалуйста, внимательно историю 17-го года и 18-го. Что вообще в стране после того, как произошла февральская революция, что в стране вообще стало происходить? И уж тем более, что стало происходить после Октябрьского переворота. Это же был просто адский ад. И я думаю, что большинство здравомыслящих людей не трежды подумают, нужно ли им в такую ситуацию сейчас вписываться. Власть в России, она сейчас очень четко контролирует ситуацию. Она дает возможность всем, кто не согласен из страны, уехать. То есть, если людей не устраивает Путин, не устраивает политика, не устраивают законы, налоги, действия милиции, пожалуйста, шире шаг, дышите глубже. Заполняйте визы, уезжайте куда угодно. В Новую Зеландию уезжайте, в Австралию уезжайте, в Америку, в Канаду, куда угодно. В России никто не держит. И это совершенно четкая позиция, которая у властей сейчас есть. И она будет, я думаю, в ближайшие годы. Я не думаю, что сейчас будут вводиться резко, вот после всей этой ситуации с Малинской революцией, будут вводиться какие-то выездные визы. Да, тема муссируется, да, вполне вероятно, для каких-то категорий граждан будут сделаны ограничения по выезду. Но это, в первую очередь, касается каких-то очень уж высоко квалифицированных сотрудников и людей, которые работают на оборонных или околооборонных предприятиях или каких-то перспективных закрытых проектах. Вот, это, в первую очередь, касается таких специалистов. Но для обычного потребителя, для обычной публики, я думаю, никто не будет ограничить возможность выезда за границу. Наоборот, власть постарается всячески избавиться от этих людей, чтобы они не мозолили глаза и не мутили воду. Куда приятнее иметь дело с покорным населением, которое уж точно ни на какие митинги шести не выйдет и будет голосовать в правильном формате за того кандидата, за которого надо голосовать. Вот. Вот, собственно говоря, что я хотел озвучить. То есть, первое, Мальцев изначально вёл людей совершенно на гнилое мероприятие и сделал всем огромнейшую подставу, поломав многим жизни и испортив перспективу выезда за границу. С другой стороны, это то, что изначально было понятно, что революции на территории Российской Федерации при текущем положении дела не тоже даже невозможны, но и опасны. Хочу в связи с этим услышать ваши комментарии. Вот. Ну, и, соответственно, последние несколько видео, которые я выложил про Собчак и про конфликт западной и исландской культуры, тоже читаю каждый раз ваши комментарии. Вот. По мере возможности вступаю в дискуссии. Попадаются нормальные, вменяемые оппоненты, которые не начинают хамить в мой адрес, а используют аргументы и ссылки на какие-то исторические факты. С такими людьми интересно вести диалог и дискуссию, спорить. Вот. В споре рождается истина. Так что пишите свои комментарии, а дальше будем читать и смотреть. Всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!